Чёрное зеркало 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 Мы, в крайней мере, выполнили бюджет 2016-го. Мы завершили год без каких-то надзвичайных событий, без великих занепокоин. То есть абсолютно стабильно, что месяц бюджет поповнивался, выполнились все выдатки, выдатки были проведены. Мисцевые бюджеты показали надзвичайно великий плюс в 2016-м. И уже сейчас мы можем сказать, что первые три месяца 2017-го знову показали великий плюс. Додатковые надходления до бюджетов склали близко 45 млрд. Это больше, чем на 35%, чем в прошлом году. Все выдатки финансируются. Мы, я думаю, уже каждый в этой зале и наши глядачі скажут, давно не слышим вопрос, будут профинансированы пенсии, не будут профинансированы. Абсолютно спокойно, страна живет и делает те изменения, которые теперь нужно делать долгостроковые. Поэтому плюсов надзвичайно много. Они, возможно, не глобальные какие-то и невеличкие, но это так, как должен работать уряд. Скажите, своей деякой непометностью в тех вещах, которые просто делают, и страна нормально движется вперед. Александр Саенко, министр кабинета министров, Натрин соединился. Александр, ну радужно нам все расписала Оксана, ваша коллега по Кабмину. Страстную пятницу я не призываю вас покаяться. Я призываю вас откровенный ответ дать. А что не успел сделать Кабмин за этот год, что должен был сделать? Добрый вечер всем. Вы знаете, мне кажется, что 2016 год, он очень был важен для стабилизации, наращивания какого-то экономической стабильности, экономического роста. 2,3% ВВП, но цифры, наверное, очень мало значат для граждан. Мне кажется, это тот Кабмин, который пытается конвертировать и изменить цифры для людей. Дважды увеличена минимальная заработная плата. Мы имеем вдвое больше объем построенных тех же самых дорог, которые мы понимаем, колоссальная проблема. 18 миллиардов по таможне, которые, по сути, были в тень, которые были, скажем так, мы не получали в бюджет через инструменты, просто через контрабанду. Мы заложили основы по реформе государственного управления. То есть какие-то структурные изменения, которые нам дадут важный толчок. Что у нас по 17-му году? 17-й год очень важно для того, чтобы мы пошли в отраслевые реформы. Утверждена концепция реформы охраны здоровья. Это реформа, которую мы не могли сделать за полгода. Мы закладывали базис для этой реформы, в том числе из-за повышения, из-за дохода, про который сказала Оксана, мы подошли вплотную и готовы, в принципе, перейти на то, что финансировать не там пустые больницы и бесполезные здания, а перейти на качественную медицинскую услугу. Мы заложили основы для проведения реформы образования. Утвердили концепцию новой школы. Мы подошли вплотную к пенсионной реформе и считаем, что очень правильно, чтобы люди получали справедливую, нормальную пенсию в зависимости от их трудового стажа. Мы подошли вплотную к земельной реформе. То есть, мне кажется, вот тот фундамент, который был заложен в 16-м году, он дает толчок и дает основу для того, чтобы реформы пошли по отдельным секторам, про которые говорит премьер-министр. Ну, важно, чтобы вы к тому, к чему подошли, не застопорились от депутатов, понимаете? Потому что все это должно проходить голосование в парламенте. Пока поддержки депутатов по и пенсионной реформе, и земельной реформе, ну, наблюдается очень вяло эта поддержка, и вряд ли голоса будут искаться. Кстати, находиться. Кстати, а почему отсрочили все-таки на месяц отчет правительства и голосование о вынесении доверия-недоверия? Это технический момент из-за каникул депутатов, или еще идут переговоры? Смотрите, очень важной особенностью, мне кажется, работы нынешнего Кабинета Министров, это полностью соблюдение всех процедур, которые указаны в регламенте Верховного Совета. Согласно регламенту, 45 дней дается Кабинету Министров после Нового года для того, чтобы внести свой отчет. До 15 февраля отчет был в парламенте. Он прошел все, без исключения, комитеты. Он был заслужен и поддержан всеми комитетами. В прошлые среды был базовый комитет, комитет экономической политики, который также позитивно рассмотрел этот отчет. Вопрос попадания в повестку дня парламента, это уже внутренние парламентские процедуры. Со своей стороны, правительство еще с февраля, по сути, направило отчет в парламент, уже сколько, ну, третий месяц он находится, по сути, в стенах парламента. Мы готовы к его рассмотрению, мы пришли на все комитеты, было представительство министров, был премьер-министр. Поэтому, мне кажется, здесь за этим надо не искать никакого подвоха в том, что парламент... Алена Штрум, здесь вопрос. Алена Штрум, а что за законопроект? Что за проект постановления зарегистрировала в Верховной Раде Батьківщина по поводу отчета Кабмина? Батьківщина зарегистрировала проект постановы вважать звіт незадовольным. Ну, по-перше, я думаю, что как раз за процедурой мы можем все-таки заслухать звіти. И заслухать не лишь на профильном комитете экономической политики, а на других профильных комитетах, это нормальная процедура. До меня, например, на комитет взагалі не появился министр. Профильный – это министр с вопросом часово окупованных территорий. Но я думаю, что если мы говорим про Европу, про европейские реформи, то будет нормально ответить за свои слова, ответить за эти действия за этот год, прийти, прозвитовать, и Рада должна быть визначитись. И тут, если позволите, я бы хотела сказать очень объективные такие цифры. Я сегодня, когда готовилась, мне в трассную пятницу хотелось бы быть максимально конструктивной и объективной. Я сделала запит на Министерство финансов с приводу того, насколько сбільшились выдатки на охорону здоровья, на освіту и на социальное забезпечение за попередний рік работы пана Гройсмана, за этот рік фактически. Отримала звит, что на охорону здоровья сбільшились выдатки темпи зростань 8,78%, освіта 15%, социальный захист приблизно 40%. А теперь, какая у нас инфляция? Світовый банк, НБУ и Министерство финансов говорит о инфляции официально приблизно 112%. 12% правильно, Оксана? Ну, близко так, да? То есть, что у нас выходит, если охорона здоровья сбільшились выдатки на 8%, а инфляция 12%, очевидно, что они уменьшились. Алена, ну логично, что если бы эта сумма хотя бы на это не изменилась, то было бы еще хуже. Нет, смотрите, давайте объективно. То есть, на самом деле, охорона здоровья перерозподілена на местные бюджеты, это, снова же таки, мы про это говорили очень много, выдатки изменились. Освіта перерозподілена на местные бюджеты, выдатки изменились. Структурные реформи, ну, тут пан министр говорил про государственную службу, на самом деле, государственная служба была запущена 1 травня 2016 года, и с того времени, кроме выбора государственных секретарей, эта структурная реформа не запустилась и не рухалась. Никто из других законопроектов, 5 законопроектов, которые есть сейчас в Раде, не был принят, один был принят, это закон про местное самоуправление, заветованный президентом, в том числе через пенсии. Поэтому, как раз, рік, мне кажется, что уряд готовится до каких-то реформ, пробуксовывает, от майже подошел, майже подошел, но, фактически, этого не сделано. И через это, ну, извините, но, например, мы очень опустились в рейтингу инвестиционной привабливости через корупцию, через то, что реформы пробуксовывают. Мы были на 89-м месте в 2015-м, сейчас мы на 130-м месте. Это официальный международный рейтинг. Также я подавилась рейтинг Международного святого банка. За рівнем государственного управления и качеством государственного управления, мы были на 129-м месте, опустились на 131-м. Это не мои цифры, это цифры международные. Мы во многих рейтингах действительно опускаемся все ниже и ниже. Они это все чувствуют. На жаль, они это все чувствуют. Мы это все чувствуем на зарплатах, на пенсиях, на тарифах. Святовый банк, до речи, в своем извите, говорит, что экономическое взрослание приблизно будет 0,8% на этот год, я так понимаю прогноз, через то, что структурные реформы пробуксовывают и тарифы действительно съедают зарплату населення. Это проблема. Ну, здесь вопрос. Здесь хороший вопрос. Что ли это успели сделать нынешний состав Кабмина? Или это разгребание завалов, которые оставили предыдущие составы? Слово ж таки, коротко, если быть объективным, то вопрос не только в Кабмине. Когда президент витует законы, это вопрос к президенту. Когда президент призначает пана Вовка на НКР ЕКП и пан Вовк делает все, что хочет, это тоже вопрос к президенту. Тут должна быть синергия. Но, ну, очень важно, тарифы, например, за 2016 год, взросли официально на 34,6%, хотя в 2015 году было 65%. То есть немного лучше, чем в 2015 году, но все равно очень плохо. И мы принимаем радую коалиция Роттердам плюс, принимаем закон про электроэнергию. И еще зросте электроэнергия в 2-3 раза цена. И мы это снова відчуем в этом году. Это вопрос к коалиции, к президенту, к уряду, к Ублоку, к пана Ахметова. К Кабминук, да, который мы сейчас обсуждаем. Это рассказать. Многие эксперты экономические звучат таким мнением, что, по крайней мере, в экономике у Гройсмана получилось лучше, чем у Яценюка. Вы можете прокомментировать такие заявления? Я могу прокомментировать таким образом, что цифры, которые в первую речь, показывают, что увеличение минулого года было 2,3% экономического ВВП. Это впервые за много лет, потому что у нас было падение, начиная с 2013 года, 2014-2015 года, и сейчас падение. 2,3% это, скажем, увеличение, хотя, конечно, небольшое, нам нужно увеличить значительно быстрее. 7-10% для того, чтобы догнать, хотя бы Болгарию, я уже не говорю про поляков. Но, по отношению к Кабмину, я бы отметил, в первую очередь, то, что уже пан Олександр сказал, дотримание процедур, я бы еще сказал дотримание законов. Цей Кабмин начал жить согласно закону. Например, внесение в Верховную Раду бюджету, проекта бюджета на следующий год. Это впервые за много лет было сделано вчасно. До 15 вересня проект бюджета был внесен и не откликан, так как это было раньше. Приховываются какие-то папирки, вносятся, потом забираются. Парисовать ночью за бюджет, пока не получаются. Так, ну, это уже проблема не так Кабмину, как самой Верховной Ради, потому что там откладываются, откладываются. Что до негативов, я бы отзначил, в первую очередь, в первую очередь, увеличение навантажения на экономику податкового. Цего года, 2017 года, мы платим больше податков. Это, в первую очередь, относится из-за увеличения минимальной зарплаты и относительно всех податков, которые к этому привязаны. И поэтому перерозподел ВВП через экономику увеличивается с 41% приблизительно до 44%. То есть, почти половина всего, что мы производим, держава собирает себе, собирает из эффективного бизнеса и потом перерозподеляет так, как она это желает. То есть, в неэффективный бизнес, или еще какие-то вещи. Ну и, конечно, чем больше перерозподел через державу, тем больше усиляет в кишенях чиновников, поэтому им понравится. На жаль, это такой самый большой минус. Понятно. Виктория Вташник, а если вас попросить сравнить с админом Явсенюка и админом Гройсмана, вы кого выберете? Это интересное вопрос. На самом деле, меня, как граждан Украины, больше интересует не, кто будет за конкретными посадами ховаться, да? Мне интересует та суть, которая, власне, имплементуется. Мне интересует больше, каким действительно есть рейтинг нашей инвестиционной привабливости, и что будут сюда приходить деньги, и что будут наши компании, и иноземные компании вкладывать в Украину, как инвестиционно привабливую государство. На сегодня, на этом тижне, комитет с экономической политикой, членом которого я есть, действительно рассматривал звук Кабинета Министров. До нас приходил премьер-министр и почти все министры. Когда я готовилась, власне, до рассматривания данного звука на нашем комитете, я просто взяла... Ну вот уже первый плюс, прошлый состав Кабмина вас визитами, по-моему, не баловал. Вы знаете, минулого года, когда мы рассматривали, до речи, звук Кабинета Министров Яценюка, ну, принаймні, премьер-министр до нас не появился, несмотря на то, что комитет очолю его, власне, его, надзвичайно близка, особа пана Манчук, вы знаете. Но этого года, действительно, меня действительно порадовало, что все-таки, действующий премьер-министр пришел до нас и звездил, власне, на комитете. Но в тот же час я подняла план пріоритетных действий уряду на 2016 рік и побачила, что серед плану пріоритетных действий было, я цитую, сделать необходимые законодательные инициативы, которые позволят Украине поліпшить позиции в рейтингу Doing Business и уйти в первые 50 лучших стран рейтингов в 2017 роте. Но, что мы имеем в виду? Световый банк, власне, Световый банк назвал сферы, в которых Украина не только не покращила свои показники, а где показники погärшились або остались на том самом месте. Это такие, например, как решение проблем с неплатоспроможностью, это международная торговля, регистрация властности, доступ к отриманию кредитов и так далее. И, власне, эти вопросы я ставила профильному министру, министру экономики, пану Кубеву, на нашем заседании комитета. Потому что наш звезд уряду, который, власне, мы получили, говорит о том, что вот такое погärшение, певно, склалося через сукупность объективных и субъективных действий. И мне хотелось бы узнать, а что же ховается за этими объективными и субъективными действиями? На жаль, я конкретно ответы не получила. Но мы голосовали, я хочу обратить внимание, не за хваление, власне, этого звезда, або не хваление. На голосование депутатам было запропоновано очень интересную конструкцию. Нам запропоновали голосовать за рекомендацию взяти до відома звит кабинету министров. То есть мы своим решением, я имею в виду, решение комитета экономической политики, фактически порекомендовали парламенту ознайомиться с звитом кабинета министров. Мне кажется, что произошла такая немного маніпуляция, потому что не было четко поставлено, власне, но вопрос о том, а че хвалят депутаты, члени комитета, звит кабинета министров, или нет. Голосование после отчета Кабмина все равно все расставит на свои места. Вы заговорили о... Вы вспомнили о планах на 2016 год, а мне захотелось вспомнить о планах на 2017. Оксана Маркарович, сейчас будет вопрос к вам. Когда вводили минималку 3200, в Кабмине обещали весной проанализировать влияние новой минималки на экономику Украины, проанализировать и рассмотреть вопрос о целесообразности еще большего повышения минимального уровня зарплаты. Вся страна ждет. Вы проанализировали или нет? Будете повышать или нет? Если будете повышать, то когда и до какого уровня? Мы в процессе анализу, мы зараз анализуем вплив, мы бачим позитивный вплив с точки зрения наполнения пенсийного фонда. Мы бачим, что негативный эффект, который мы так обережно смотрели, чтобы не было на бизнес, его на самом деле нет в таком обществе. Это позитивная вещь. Сказать сейчас, как мы будем двигаться дальше, я думаю, что нам нужно еще несколько месяцев посмотреть, чтобы летом мы вышли уже с пропозиции, каким образом мы двигаемся дальше. Но я хотела бы короткий коментарь, потому что мы тут звучали про рейтинги. Оксана, еще раз, еще про зарплату. Одно уточнение. Но есть же новости о том, что МВФ запретила Украине повышать минимальную зарплату еще раз в этом году. Это правда или нет? Нет, нет забороны. Питание в том, что любые перегляди должны быть погодживаться, звичайно. У нас любые макроэкономические вещи, которые влияют на экономику в целом и на нашу фискальную программу, мы должны погодживаться. Но забороны поднимать, такого нет. То есть вы хотите сказать, что если Кабмин решит повысить, то он все равно повысит. Прогноз? На сколько и когда? Можете сделать? Ну приблизительно. Нет, сейчас про это рано говорить. Нам хотелось бы, какомога, швидше побачить зростание экономики, такие, которые нам позволят дальше подвищать. И зарплаты, и пенсии. Однако сейчас про это вот сегодня говорите рано. О рейтингах вы хотели сказать два слова буквально? Два слова буквально. Рейтинги – это очень важная вещь, но нужно не забывать, что всегда есть определенный период, когда в рейтингу отображаются те вещи, которые происходят. Я сейчас, как инвестоповноваженный, хочу сказать, что те усилия, которые Кабинет Гройсмана, и это такая особида инициатива была Володимира Борисовича, что до залучения инвесторов и системной работы, которая началась в Кабмине в вересне месяце с созданием офису «Украин Инвест», она уже сейчас дает свои результаты. Мы уже видим, что приблизно півмиллиарда додатковых инвестиций, это то, что инвесторы сказали уже, такие, которые существуют тут, как «Арселор Метал» и другие, и новые инвесторы, которые готовы заходить, они очень позитивно оценили, с одного боку, податковые в администрации полепшения, запуск реестру единого с ПДВ, досить позитивно оценили схваление, запроваджение среднестрокового бюджетования, на это до этого не зважился жоден Кабмин, потому что это величезное обмежение, которое мы, как уряд, на себя накладаем, для того, чтобы дать стране трехстроковый, трехречный план. Это большой плюс вперед. И мы видим, что инвесторы сейчас очень позитивно смотрятся на Украину, поэтому, возможно, инвестиционный рейтинг не срастет так быстро, но результаты мы увидим уже в 2017 году. Ну, будем надеяться. Вадим Карасев, звучала здесь и тема МВФ. Вам не кажется, что и этот состав Кабмина, как и предыдущие, в общем-то, работает, ну, не по указке и по диктовке, но согласовывает все свои действия с Международным валютным фондом, с другими нашими западными кредиторами? Насколько он самостоятельен на сегодняшний день? Давайте итоги Кабмина Гройсмана. Кабмина отдельно, Гройсмана отдельно. Знаете, главное заслуживание? Да, скажу почему. Потому что урядувание, уряд, это более широкое понятие, да, как управление. А если, понимаете, это же не европейский Кабмин, который опирается там на свое большинство в парламенте, и у него руки не связаны, он делает то, у него программа есть, он и делает. Тогда я понимаю, что Кабмин Гройсмана, мы даем полную оценку Кабмину Гройсмана. А теперь надо делать все-таки оценку разную. Кабмину, который лепился, так, дальше, субъектом урядувания, субъектом реформ, или антиреформ, или антинародных реформ. Потому что субъектами, вообще-то, управления в Украине являются Кабмин из разных вот этих слепленных кусков и квот, Гройсман, заслуга которого, знаете, в чем состоит? Он устоял за год. Он показал, что он не слабый политик. У него нет в парламенте фракции, даже депутатской группы какой-нибудь такой маленькой. Так? А он остался за год. И даже отчет не вынесли. Это тоже заслуга, как политического тактика. Значит, у него как политического тактика есть будущее. Не знаю, как стратегия, но в будущем есть тактики. И может остаться еще на год. Если он будет так дальше умело маневрировать, лавировать среди этих всех групп влияния, которые сегодня есть в парламенте и вне парламента. Дальше иду по списку, кто у нас субъект урядувания. Что, администрация президента, а не субъект урядувания? Извините меня. Президент законы подписывает, подает законы, влияет на парламент. И дальше. И дальше еще есть субъект внешнего управления. Или внешний субъект реформы. Это наши западные партнеры, Международный валютный фонд. Поэтому все успехи, которые есть в экономике, хотя их очень мало, надо приписать всем этим субъектам. И персонально, так скажем, лично, премьеру Гройсману. Главная заслуга которой, еще раз повторяю, в том, что он устоял за этот год. И может еще один год быть. И более сильным премьером. Уже у него может и группа быть, и политические группы влияния. Не теневые, а такие уже более, скажем так, открытые. Дальше. Это Международный валютный фонд, который нас загоняет все больше и больше в долговые ловушки. И непонятно, какие реформы. Начинают реформы энергорынка. Так, она может быть хорошая для кого-то. Но вы посмотрите вообще, что там. Земельная реформа, пенсионная реформа. И, кстати, единственная претензия к Абмину, что у него не хватает уровня компетентности отстоять национальные интересы Украины в переговорах с Международным валютным фондом. Кому вот очень интересно, почитайте книгу воспоминаний Джагаша Колодка. Как он постоянно воевал с Бальцировичем, так называемым реформатором. Договорились внутри. Бальцирович поехал в Вашингтон, Международный валютный фонд. Приезжая со всеми другими рецептами. И Колодка писал, что можно было лучшая позиция стоять в Польше. Посудостроению, например. Это индустриальный комплекс. У нас тоже такие проблемы есть. По другим индустриальным отраслям. Поэтому здесь, мне кажется, надо более быть компетентными. Остаивать интересы. Я только скажу уровень компетентности. Когда премьер, след за своим министром социальной политики, говорит о том, что пенсионная реформа должна быть справедлива. Это значит, когда пенсия выполняется в зависимости только от трудового стажа, это неправильно. Потому что есть солидарный уровень. Знаете, для чего он платится? Для того, чтобы общество было солидарно. Чтобы не бросать стариков. Чтобы криминала не было меньше. Потому что иногда надо платить людям пенсии на каком-то уровне, вне зависимости от трудового стажа. Чтобы это население не просто было населением, которое поддыхает. Чтобы оно было обществом. Понимаете? Солидарным обществом. Поэтому вот эта трехуровневая система, она есть на Западе. И более того, если вы хотите отказаться от солидарной системы и сделать ставку только вот эту накопительную часть, там, обязательную или добровольную, то для этого должна быть другая финансовая система, банковская система, чтобы деньги не сгорали в трастах, как это было в 90-е годы, в разных лавочках банковских. Поэтому еще задача перед Кабмином, я забыл еще одного субъекта, так сказать, урядования, это Национальный банк Украины, но это отдельная тема. Должна быть стабильная банковская система, стабильная национальная валюта, и тогда люди будут хранить деньги, не в долларах под подушками, а в гривнах, в банковской системе, а это инвестор. И последнее, последнее, и не надо ждать тогда, ориентироваться на этот рейтинг инвесторов, не надо ждать, когда там придут инвесторы. Самый главный инвестор, это внутренний инвестор, а деньги в Украине есть у людей. Спасибо, декларацию. Михаил, да. Добрый вечер, студия. Я хочу сказать, что я начну с того, что мы, особенно, и наша политическая сила, СССР, не голосовала за этот уряд, уряд Гройсмана, так и за предыдущий уряд Яценюка. Понимаете, что, кстати, они сейчас один-одного очень любят хвалить, вы заметили в последнее время, что Яценюк называет лучший премьер Гройсмана. И Гройсман постоянно дякает Яценюку. Выглядит то, что действительно полностью договорились, и тандем, как бы, произошло. Я бы хотел сказать, давайте начнем с того, с какими основные достижения этого уряда, потому что мы еще не получили, и в парламенте на руках мы его тоже не рассматривали. И сегодня выступ премьер-министра, это только выступ его с трибунта, это не звезда. Это день вопросов и ответов правительства. Так, мы, посмотрите на первые крыки, то вспомните, самое ключевое первое решение уряду Гройсмана было, это поднятение цены на газ в несколько раз, почти до 7 тысяч гривен. И сегодня, действительно, в Украине, которая есть газовая страна, которая выделяет 20 миллиардов газов, имеет большую цену, именно и в Европе, в том числе и в Польше, и вдвече больше, чем в Соединенных Штатах Америки. Это первое вопрос. Другое вопрос. Что до показателей, которые сегодня вы обговорили, на самом деле цифры тоже отличаются. Ну, конечно, так и по 8 миллионов себе заработную плату, призначит, я понимаю, для этого нужно и поднимать. Но что из этого выиграла государство и в народ? Я хочу сказать, давайте говорить по цифрах. По цифрах есть очень много суперечных показателей. Та же самая Рахунковая палата, когда была в парламенте, называла не 2,3, а 0,8. Международные объединения выдавали 1,5 в ВВП. Но это, враховывая то, что 2 последние годы были стримкие падения. То буквально, даже перезупинение падения, это уже показывает какой-то рост. Это раз. Что до возможностей людей, ну, это официальные данные ООН, 60% украинцев за межой бедности, которые меньше 5 долларов в день заработают. Вот это показатель. Это Ерсен Янг, который прозвит, что у нас наибольший уровень коррупции в Европе. Это тоже один из показателей влады, коалиции и уряду. Первое место по коррупции. Поэтому давайте говорить объективно. Реформи, которые произошли за этот год. А я не знаю ни одной реформи, кроме действительно ухваления таких законов коррупционных, как вчера проголосовали за рынок электроэнергии, за закон про электроэнергию, который полностью лобиювает интересы олигархов Ахмедова, Григоришина, Суркиса и так далее. Они на этом будут теперь наживаться, создали там институт посередников, которые будут разной ценой продавать электроэнергию. Вот это есть достигнение. А может, произошла пенсионная реформа? Нет. А может, произошла судовая реформа? Нет. А может, там податковая реформа произошла, которую обещал Гройсман? Нет. Не произошло. Так давайте говорить, какая медическая реформа? Это же не произошло. Только сейчас мы слышим заявки, что в этом году будут реформы. И какие реформы? Мы слышим те реформы, которые от нас требуют. Продать землю, продать стратегические предприятия, которые еще остались. Хорошо. Понимаете, это то, что нет системных изменений. которые, в принципе, позволили бы Кабмину Гройсман опробовать в этом месте, ну, в Кабмине еще год. Ну, я, во-первых, отмечу, что основным законодателем как раз наступает кабинет министров. То есть, вот эти оценки, что большинство законопроектов, которые принимает парламент, это депутатские, это не соответствует действительности. То есть, наоборот, Кабмин основной законодатель. Теперь, в рамках пенсионной реформы нужна Украине, не Международный валютный фонд, а Украине. И в рамках пенсионной реформы идет речь об отказе от солидарной системы. Речь идет о том, чтобы выровнять вот эти разрывы, и несправедливость в чем? Когда, допустим, люди выходили с одной и той же профессиональной позиции, а вот о современии пенсии не проводилось. И сейчас Кабмин ставит вопрос о том, чтобы это надо делать. И вот, чтобы не было вот этого несправедливого разрыва между теми людьми, которые работали на одной и той же позиции. Это справедливо, трудовой стаж в 35 лет. Справедливо или нет? Так, Вадим, а тут другого выхода нет. Да. Выход всегда есть. Нет, нет, Вадим, повышайте экономику. Да, если мы будем сейчас как греки, да, маленькая, то есть выходить на пенсию рано и так далее. Владимир, но в самом же Кабмине говорят, что на современемание пенсии нужно как минимум 40 миллиардов гривен. У нас есть эти деньги в стране? Так вот, вопрос к институции финансов. Да, да. В каком объеме никак. Так, теперь смотрите, что касается работы Кабмина, понятно, что есть и критичные оценки, не все удалось, хочется всегда большего. Но главный результат, и об этом уже сказали, то, что возобновляется, пусть хотя бы медленно, но возобновляется рост экономики. Автоматично это не происходит. Я напомню, в 90-е годы 10 лет подряд стагнации и падения экономики. То, что пусть медленно, но мы начинаем из этой ямы выползать, это уже свет в конце туннеля. Теперь, что касается повышения минималки, это самое заметное резонансное решение. Но дальше, я думаю, надо идти не по пути повышения минимальной зарплаты, а по пути увеличения зарплат. То есть надо продолжать реформу заработной платы, чтобы не было огромных разрывов, когда у нас, допустим, тот же консионный суд, правильно, так вот, когда отдельные, скажем так, госслужащие огромные зарплаты получают, а кто-то живет на 3000 гривен, вот это ненормально. Надо, чтобы росли по соответствующим коэффициентам зарплаты людей, которые имеют, скажем так, квалификацию, высшее образование, чтобы не было вот одинаковой зарплаты у медсестры и у врача. Вот по этому пути надо двигаться дальше. Владимир, мне интересно, это задачи на годы или это можно успеть... Некоторые задачи, я думаю, что будут решаться и в этом году. Но вот для примера. Ключевая реформа, вот в США, например, и, кстати, в некоторых европейских странах, реформа здравоохранения, ее сейчас упоминали. У Обамы ушло несколько лет, вернее, первый Клинтон пытался сделать, несколько лет ушло и не все получилось. Обама несколько лет тоже на подготовку и проведение реформы здравоохранения. Сейчас Трамп ее пытается отменить. Но зато как подготовил, Трампу не удается покаяться. Ну да, но речь идет о том, что это системные реформы, которые нельзя с кондачка проводить. Вот так, раз-раз слепили и послали в парламент. Я думаю, что здесь должна быть совместная работа кабинета министров и депутатов. И, на мой взгляд, вот этот месяц, который сейчас вроде как пауза получается в работе парламента, я думаю, что надо кабину создавать рабочие группы вместе с депутатами, членами профильных комитетов по каждому из этих направлений. От пенсионной реформы до медицинской реформы. Потому что это совместная политическая ответственность. Я вам другое скажу. Это нужно было сделать давным-давно. Алексей, кстати, Международный валютный фонд не требует США проведения медицинской реформы. Так нет. Нет, почему? Потому что экономика и так растет. 3% за прошлый год. И такая большая экономика. Поэтому, вот не надо вот этот реформатор с визу, чтобы все реформировать любой ценой. Потому что эти реформы сводятся к разрушению. Иногда надо проводить не реформы, а оптимизировать экономику, финансовые и монетарные потоки. Иногда надо... Это советская система медицинская, советская, с 30-х годов. Ее надо... Если у нас плохо работает иногда, то можно и остановить. Оптимизировать потоки. Ну так понятно. Оптимизировать деньги, чтобы они шли в государственный бюджет. Выплатить врачам. А не просто сейчас взять и разрушать. Поговорите с врачами. Что они говорят о медицинской реформе? Рецепты правильные и давно известные. Делать надо. Понимаете? Вот вопрос у меня главный. Когда начнем делать? Оксана, давайте по пенсиям сейчас ориентируем наших зрителей. Прозвучало уже два обещания от Кабмина. Если я не ошибаюсь, осень, октябрь и чуть ли не май месяц. Так когда все-таки? И на сколько? И май, и жовтень. Мы в квитне представим нашу пенсийную реформу, яку мы начнем с парламентом активно обговорювати. И именно ее проведение. Я тут очень надеюсь, что наши коллеги ее поддержат. И эта реформа, она дает нам возможность осуществить пенсию и поднять пенсию уже в жовтні. Это, если говорить о наступном велике подняте. Однако уже в травме у нас закладены поднятя, которые у нас будут коррегованы на инфляцию. Это наше черговое поднятя на 10%. Александр Саянко, а эксперты уже сказали, что Кабмин хочет повысить существенно пенсию в октябре в преддверии возможных парламентских выборов досрочно. Посмотрелся такой вопрос? Таких нет. Смотрите, я не верю в историю парламентских выборов. Буквально, я думаю, что у вас уже будут, вы уже 4 года скажете, что будут. Но тем не менее, хотелось бы отреагировать на несколько предыдущих коллег. Дуже чудово, что мы говорим про рейтинги. Рейтинги, ну, по-перше, они идут за подсумками минулого року, по-другому, чудово, что вы читаете рейтинги. И, пана Михайло, не знаете, что 14 лютого звезд в парламенте, и все могли их ознайомить. Это нужно было почитать, поэтому я не понимаю, почему вы не знали этот звезд. Он есть на сайте Верховной Ради. Что сделал уряд Гройцману, что очень важно? Первое, это уряд, который действительно дает о людину. Посмотрите, что произошло за 16 лет. Мы говорим все про людей, потому что это главное задание уряда. 50% увеличение заработных плат почителям. 30% увеличение заработных плат по медициному персоналу. Вдвижи увеличилась минимальная заработная плата. Посмотрите по инициативам по медической сфере. Кардіоцентр. Украина на первом месте по смертности по сердцево-судинным заболеваниям. Посмотрите, что предлагает уряд. Кардіоцентр в ключевых местах, областях. Программа реанимберсацій, где люди могут отримать безкоштовно за государственный кост, целый набор леков, сердцево-судинные заболевания, астма, диабет другого уровня. Посмотрите, что предлагается по экономической политике. 2016 годы. Программа реанимберса на основе для чего? Убирание регионального развития 9 миллиардов для того, чтобы развивать местную инфраструктуру. Фонд энергоэффективности. Программа поддержки аграрии. Виробничество витчизненной техники по аграрному комплексу. Початок реформ в сфере медицины и охраны здоровья. Затвержены две ключевые концепции. Кто-то хочет качественную медицину, качественную школу отримать. Кто сегодня доволен медической политикой? Кто с ним доволен рівнем якости надания медицинских поступков? Поэтому не можно говорить о працевой речи. Мне кажется, что сегодня главная загроза для реформ, это первое, это популизм. И второе, это коррупция. Посмотрите, что делает Урад в сфере коррупции. Попришаленный тиск. Запущен систему электронного декларирования. Проблемы были. Никто не хотел. Запущена. Система Прозора начала действовать и на центральном, и на местном уровне с 1 серпня. 8 миллиардов экономии по системе Прозора. Александр, система декларирования запущена, а система проверки не запущена в электронных декларациях. Тричі. Понимаете, и от того, что заполняются эти декларации с миллионами, никто не наказывается. Зараз, зараз, зараз. Причем вы думаете, никто не хотел запуску системы декларации. Система декларирования запущена. И запущена, и запущена, и запущена порядок проверки декларации. И поверьте мне, саботаж, саботаж, саботаж відчувается дуже часто. Например, мы запускали систему Прозорого вишкодувания ПДВ. Единый реестр онлайн-система с 1 квитня. То сломают, то ключи, то что с сервером, то выключили светло. Система с 1 квитня запрацювала. И такие конкретные инициативы, серьезные структурные инициативы, они действительно позбавляют, и мы ликвидуем такое гневное явление, как коррупция в этих сферах. Митница. За тиждень зібрали, когда группа Відряжина поехала в Одесскую область, за тиждень зібрали месячный план. За один день 300 миллионов гривен. Тиждень месячный план помитится в резерв. Но это одна таможня, и это все будет при правительстве. Но это все будет при правительстве. При наличии проверяющих, про полюс, про рейтинги. И на мысли, мы все делали, проверяли. Это все были разовы, 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 разовы. Но каждый человек, но каждая людина, но каждая людина відчула. Три с половиной миллиона людей, аж четыре, отримала вдвече большую заработную плату. Физично. 3200 отримала. 3200. Подивите на инфляцию. Подивите на инфляцию. 50% по 4. Подивите на инфляцию. Подивите на инфляцию. А сколько взросли тарифы? Сколько взросли? Здесь коммунальные платежи. Коммунальные платежи. Система на газ, которая боролась коррупцию. За коррупцию давали. 100 миллиардов гривен была бы таща по нефтамазу. Сергей Рудик, год назад коалиция делегировала новый состав кабинета министра Внагрушевского. Продлевать будете на следующий год? Ну, пока что я не вижу альтернативы на сегодняшний день. Тут звучало уже в студии питание, кто краще, Яценюк или Гройсман. Я считаю однозначно, кто краще Гройсман. Насколько он лучше от гипотетического премьера, я не уверен, потому что мы переживаем очень сложный час в нашей стране. Мы уже почти годину ведем дискуссию. И ни один спикер не сказал, что в чем главная проблема в нашей стране. Главная проблема – это война с Россией. И пока она продолжает, мы никогда не найдем достатного ресурса на выполнение каких-то социальных обязанностей перед нашим народом. Я сейчас не скажу про то, что... Абсолютно непогоден. Понятно, для вас война – это мать родная. Так я понимаю? Для меня? Я хочу нести вложить землю. Ну, потому что Израиль, воюючая держава, находящаяся социальные обязанности. Грузия, воюючая держава была, находила социальные обязанности. 130 миллиардов гривен мы даем на оборону и на безопасность. На войну можно было все скидать, но Путина в первый год. Но это на последний год. Это 260 миллиардов гривен. Это 230 миллиардов гривен. Это 230 миллиардов гривен. Предлагали сегодня уже выделять 260 миллиардов гривен. Но это все... Вот, згадайте, в этой студии разговаривали, вот, Батьковщина згадала про свое существование в этой студии, я хотел бы сказать. В этой студии представник Батьковщины на початку минулого року сказал про то, что 100% он знает, что уряд пошел на угоду с Международным валютным фондом, где написано «Подняття пенсийного века». Прошел рік, где «Подняття пенсийного века»? Товарищи, это не успех уряду, который боролся с Международным валютным фондом. Можливо, действительно, были какие-то думки с этого привода, чего не случилось. Згадайте, инша политическая оппозиционная сила говорила про то, что уряд наполягает на том, чтобы сняти мораторий на вивязь Леса Кругляку. Где? Где скасывание мораторий? Уряд начал дискуссию. Да, это непростое вопрос. Я уверен, что это правильная позиция, потому что он не наполягал, потому что взвив бы наш народ, особенно те, кто имеет отношение к регионам, где много лесов. Скажите мне, будь ласка, про подвищение пенсии и зарплаты уже было сказано. Нафтогаз – это далеко не идеальная структура и на сегодняшний день, мягко говоря. Но впервые за пять лет они вышли в плюс. Вперше за пять лет. Я потяну 18 раз на газ, Сергей, за два с половиной года, от суббивавшисти газа, 18 раз, так что, Сергей, 60 миллиардов. Борислав, больше року мы не купляем российский газ. Больше року купляем российский газ и уже доходят на загадку. Борислав, вопрос такой тоже, как сену коалиции. Если вы продлите полномочия этого состава кабинета министров, будете ли менять министров на переправе? Переформатирование кабмина возможно или нет? Если да, то кто вылетит? Ну, на моё переконание, действительно, есть некоторые кандидатуры, которые сегодня рассматриваются. Я хотел бы, чтобы Борис внест кандидатуру пані Супрун на позицию министра и в депутатский корпус дав свое, как бы, бачение. На моё переконание, как бы там не было, ну, там, может, и дисквальное решение, но мы не проголосуем за пані Супрун, потому что, действительно, у нас сегодня демонстрирует, взагалі, ну, как бы, не такую спильную работу с депутатским корпусом. И на моё переконание, на сегодняшний день, та реформа, которую запечатковал уряд, вона на сегодняшний день не найдет поддержки взагалі Верховной Ради Украины. Я просто скажу до своего коллеги Саша, ну, Александра, потому что, действительно, сьогодня комитет социальной политики, который будет рассматривать эту реформу, ну, уже есть достаточно такие зауважения, которые сегодня не дадут возможности все-таки в том виде провести ее, как запечатковал ее уряд. Но, на моё переконание, все другие министры, которые сегодня работают, до них все же есть много вопросов, и я думаю, что этот ответ нужно действительно подготовить. Потому что сегодня депутатик будет, ну, действительно, хулювать, каким чином, послушайте, я же скажу просто, открытый речек, сегодня будет вопрос о том, как мы будем обеспечивать свою тепловую энергию на следующий год, где мы будем брать вугольное, каким, там, кроком мы будем рухать дифенсикация этих или других направлений энергетических. То есть, есть много вопросов, но это не вопрос в том, что мы, действительно, должны поставить вопрос, изменять свой уряд, или, в целом, ставить ему негативную оценку. Я хочу просто повернуться к коллеге, который сегодня тут про рейтинги рассказал. Я тоже считал эти рейтинги. Но вопрос в том, что Украина – самый крупный страна среди 41 страны, которая сегодня инвестиционно приваблива. И действительно, каждый день, этот рейтинг сегодня нужно улучшить. И рейтинг отвечает каждый день тем заходам, которые сегодня проводят уряд. Я хочу сказать, что мы сегодня не будем рассказывать о коррупции. Это найболющее вопрос нашей страны. Но я хочу позазначит, я хочу позазначит, единственный вопрос. Да, да, Николай, я всех вижу. На сегодняшний день мы должны понять одно. Сегодня уряд борется за детитинизацию нашей экономики. И та реформа, которую сегодня започтал пан Рева, который говорит, что 2% накопиченных денег повинен каждый работник себе уже складывать сегодня. Это тоже свидетельствует о том, что действительно мы боремся с тем, чтобы были белые зарплаты. Потому что когда работник получает 2% СМС, какую сумму работодавец ему перерахивал на него накопиченный рахунок, он понимает, будет ли у него возможность иметь в пенсии гроши или нет. И я считаю таким образом, что мы должны работать над этим. Мы должны все сделать для того, чтобы экономика должна быть белая. Когда это работает, мы будем собирать не 2,3 триллиона нашего, там сегодня ВВП, а будем намного больше. Спасибо, Борисов. Мы сами ждем, когда вы наконец разберете экономику. Вы попросите, что уряд начал борьбу за збидностью. Вот это наиболее. То, что действительно вы им досяг. Сейчас узнаем мнение представителей самопомощи и ОПО Блока Татьяна. Самопомощь и голосование по доверию или недоверию Кабинету Министра. И что? Вы знаете, я скажу сейчас свою особистую думку, потому что мы сегодня официально звезд уряду не заслухали. Я считаю, что этот уряд работал лучше, чем предыдущий. И именно поэтому, в минулую, трассную пятницу, рік тому, тут было гаряще. И все стимулировали уряд Яценюка самостоятельно пойти в отставку, что он не сделал. А всю пятницу мы обговорюем в спокойном режиме, что сделано, что не сделано. А главное, почему не сделано. Действительно, этот уряд демонстрирует о знаке певных точковых успехов. Там, где это зависит от премьер-министра и от его личной воли, он демонстрирует желание что-то изменить. Но, например, силовики. Вот, если бы сейчас был в студии коллега Каплин, он бы рассказал про работу Министра внутренних справ, про ситуацию с злочинностью и так далее. Переатестация полиции провалена, 90% кадров в тот или иной способе остались на своих местах. То есть старая система Министерства внутренних справ полностью себя保вала. И мы видим, что в наследок этого произошло и произошло с злочинностью. Больше того, сейчас силовый блок показывает использование силы для разгону громадских активистов. Это произошло в понеделок под Министерством внутренних справ в центре Киева. Мы видели, как разгоняла полиция Абройскін, блокадников на Донбассе. Вот это успех в лапках Министерства внутренних справ. Министерство внутренних справ – это же урядовый орган? Урядовый, да? Но действительно, если он находится под контролем премьер-министра Гройсмана лично? Или СБУ, которая вместо того, чтобы заниматься расследованием государственной защиты и финансированием терроризма, это уже история не Кабминовская. Это Кабмин? Не Кабмин. Снова же таки, суд, прокуратура, справедливый суд, который за поруковой того, чтобы приходила инвестиция. Это сфера ответственности Кабмину? Нет, не Кабмину. Там, где это входило в сферу компетенции и прямой, безусловно, ответственности премьер-министра, мы там видим определенные точковые успехи. Очень много звучало по пенсионному фонду, по пенсионной реформе. А я хочу сказать, где найти деньги, чтобы тот дефицит пенсионного фонда поделать? Николай Сфорик, не могу сказать, пока не будет рассчитываться каждый пенсионный фонд. Пенсионер, пока не будет проведен аудит пенсионного фонда. И пока не будет проведена верификация социальных выплат. Вот, до речи, тут похвалю уряд Кабминка. Они започатывали отдел в Минкене, который совершил верификацию мертвых душ, выявлял мертвые души, и через который вымывается 1,5 миллиарда в месяц из бюджета. А на сегодняшний день эта работа прекратена, и уряд достеменно не знает, сколько в него в государстве есть правильных пенсионеров. Понятно, спасибо. Николай Сфорик, как вы считаете, продлевать работу Кабмина? Или, возможно, продлевать с ограничениями? То есть, кого-то убрать, зачищать Кабмин? Нужно, грубо говоря? Первое, мне кажется, что споры в отношении ВИТУ, там, примут его или не примут. Мне кажется, что немножко надо по-другому на эту ситуацию посмотреть. Вот очень много в последнее время было дискуссий, в том числе и в этой студии, в отношении существования или несуществования коалиции. И говорилось о том, представители коалиции, которые вроде бы как существуют, говорили о том, что, может быть, у нас и нету, они же не показывают список, может быть, у нас и нету количества голосов, но у президента это не обязанность, это его право и так далее. Но, с другой стороны, согласно Конституции, самая наявность коалиции забеспечивает юридичную возможность для существования уряда в Краине. Вы знаете, вот сегодняшняя дискуссия, мне на поле таких две ассоциации вызвало. Первое, это вот такие, знаете, шутки в отношении теории относительности Эйнштейновской, потому что все сравнивают там, что лучше и кто лучше, я прошу прощения, Яценюк или Гройсман. Это вполне логично. И второе, вот представители коалиции сегодня лично, премьер-министр, напоминали такого, ну вот, в какой-то степени такого Кашпировского, который рассказывает из телевизора, что как все хорошо, я спокоен, у вас теплые ноги и так далее. Люди живут не в телевизоре, они живут реальной жизнью. И глядя вокруг себя, они видят совершенно другие вещи. Бизнесмены видят огромное количество закрывшихся субъектов предпринимательской деятельности. Сегодня, кстати, на вопрос об уровне коррупции, когда премьера спросили, вот Эрстон Янг сказал, что первое место по коррупции, премьер вообще сказал, что он не понимает, откуда это взялось, что Эрстон Янг, наверное, ошибся. Эрстон Янг, это одна из ведущих компаний, аудиторских компаний, которая аудирует ведущие государственные компании и которая является лидером на этом рынке. Когда говорят о пенсионной реформе и сравнивают, вот опять же, соглашение с Международным валютным фондом, что надо делать? Вы бы вместе все вспомнили год назад, как вы рассказывали о том, как нужно сократить единый социальный внесок, как увеличился на 95 миллиардов дефицит пенсионного фонда благодаря вашим некомпетентным действиям по снижению единого социального внеска. А с другой стороны, выход, реальный выход зарплат из не произошел. Когда говорится о реформировании здравоохранения, то вы поедете на места и спросите, что вы хотите сделать с госпитальными округами. Когда вы спросите в любом районном центре, Сергей, вот в Чакашской области, в своем округе, если приехать в районный центр, где сказать, что у вас не будет районной больницы, а будет госпитальный округ. Извините, для вас, у меня вопрос есть, очень актуальный сейчас вопрос, вот новости мы получаем очень тревожные со всего мира сейчас. Вопросы к Александру Ильичу Медилову, к нашим экспертам политическим и экономическим. Мир может измениться уже буквально завтра. Немного не в тему, но это тревожит сейчас всех. Очень тревожные новости по поводу отношений КНДР и США мы сейчас получаем. КНДР все-таки завтра готовится запустить, взорвать испытания ядерного оружия, провести в честь годовщины Ким Ир Сен. Это национальный праздник. США уже сказали, что они точно будут атаковать. В Токио, по последним данным, уже очень активно идет эвакуация. Чем это все может закончиться? Не стоим ли мы на пороге какой-то войны? С этого вопроса я начну следующий. Час черного зеркала, дождитесь, пожалуйста. Это черное зеркало, мы продолжаем. Спасибо, что дождались. Как и обещал, этот час начнем с обсуждения очередного обострения в мире. Милан, обещал тебе слово, ты обещал нам разъяснить, что происходит между США и КНДР, насколько ситуация опасна и не привеличивает ли те, которые считают, что мир застил на пороге очередной войны. Я думаю, что разъяснить до путя, что происходит между США и КНДР, может ли только в администрации Дональда Трампа. И то я абсолютно не уверен, что даже сам Дональд Трамп мает какую-то четкую и однозначную позицию по этому вопросу, потому что он по большинству вопросов международного порядка держит очень часто суперечных половинчастых позиций. Власне, что до ситуации в Півничной Корее, насправді, я бы не сказал, что уже питание про какие-то військовые решения этой ситуации, что воно уже ухвалено, целиком возможно, что это продолжение какой-то гри м'язами с боку администрации Дональда Трампа. В этом плане тоже будем смотреться, но очевидно абсолютно, что проблему Півничной Кореи нужно решить. Это выразка на теле современного цивилизованного света. Никаких внутренних шляхов решений через какую-то измену, какую-то революцию, возможно, или еще какое-то повстание в середине самой страны. Мы не видим абсолютно никаких знаков этого. Но, впрочем, где дальше больше идет закручивание гайок. И, власне, что до того, как эта ситуация будет развиваться дальше, мне кажется, критичным является, что вдастся Соединенным Штатам домовиться в этом плане решения этой проблемы с китайцами. Дональд Трамп опубликовал в Твиттере поведомление про то, что, приблизно зацитую его, что мы сподіваем, что мы с нашими китайскими друзьями найдемо спільную мову, но если не найдем, то мы решим ее самостоятельно. Здесь не хотелось бы самостоятельного решения, хотелось бы спільного решения. Как раз, мне кажется, Китай целиком может взяти очевидно эту территорию под какую-то форму своего протекторату. Там есть много ресурсов, много территорий, власне, которая используется, может быть, на уровне средневековья, эффективности технологий, которые есть в Півничной Корее. Китай очень быстро туда привнесет свои технологии. Я думаю, там буквально за несколько лет уже на одного Півничного Корея преподавали 10-30 лет. Ну, вот только что мир Китая буквально там несколько минут назад разразился очень тревожным сообщением, что там готовы, в общем-то, к обострению конфликта в любой момент. Александр Ильич Милилович, чего ждать? Несколько моментов. Во-первых, нужно смотреть, откуда ноги растут и откуда поступает информация. Потому что сами появления каких-то новостей, все-таки Южная, Северная Корея очень отличаются, американцы точно так же совершенно по-другому продают новости. То есть надо смотреть, откуда ноги растут. Второй момент, действительно ситуация с Китаем. Китай предложил Корее о том, что если они сдадут ядерное оружие, они гарантируют им безопасность. Мы помним, когда мы сдавали все эти гарантирования, к чему они ведут. Насколько практика вообще гарантирований имеет будущее, вот как раз эта ситуация будет показана. Насчет взаимоотношений Китай и США, они только выстраиваются, и действительно от того, какими они будут в будущем и зависит в дальнейшем мировой порядок. То есть я думаю, что глобальные все равно какие-то геополитические игры, они все-таки май-июнь, как и должны быть. Глобальные встречи, разговоры с глазу на глаз. Пока, конечно, может быть действительно неожиданные какие-то факторы, но большая такая игра, она все-таки уже конец мая. А возвращаясь к нашим баранам, и все-таки внутренней ситуации, и итогам работы Гройсмана, хотелось бы ответить... Вот через несколько минут обязательно будешь первая по итогам работы Гройсмана. Владимир, все-таки, завтра. Ну, риск есть. Я думаю, что вот те заявления воинственные со стороны США, это скорее сигнал Китаю, что Китай должен повоздействовать на северокорейское руководство, чтобы они не проводили этих ягодных испытаний, и, скажем так, воздержались от каких-то резких агрессивных шагов. В чем опасность ситуации? Трамп склонен к жестам, к воинственным жестам. Не просто к какому-то силовому давлению, а именно к жестам. А ракетная атака в Сирии, вот эта супербомба в Афганистане, это воинственные силовые жесты, которые ему нужны для того, чтобы показать перед 100 днями, этим символическим рубежом, какой он крутой, как он возрождает величие Америки. Но Северная Корея не Сирия, а Асада. И у них есть возможность ответить. Вот в чем опасность. И ответить страшно. Поэтому, если обе стороны будут действовать не совсем рационально, и заиграются вот в этой политике блефа, будут поднимать ставки, то тогда риск военной операции, к сожалению, ущебелит. Ну, не заиграются ли политики до новой войны, не доиграются ли, да? Увидим мы уже в ближайшие сутки или несколько суток. Обязательно будем подробно об этом говорить в подробностях недели. Пока, наверное, прекратим гадать на этой теме. Подробности недели, в воскресенье в 20.00. Очень детально все обсудим. Обещаю. Пока возвращаемся к черному зеркалу нашему сегодняшнему. Обсуждали мы с вами в первом часе итоги работы Гройсмана и его кабинета министров. И сейчас мы будем обсуждать и это, и в том числе, чем же займутся народные депутаты и кабинет министров в период с сегодняшнего дня по 16 мая. Долгие каникулы и многие эксперты говорят, что этими каникулами воспользуются те любители кулуарных каких-то договоренностей, которые сейчас активно вступают в фазу торгов. Что, кому и за что будут обещать. Сейчас все выясним. Одной из тем возможных переговоров и договоренностей может быть в том числе и отставка некоторых... Нет, Александра, я обещал слово, да, я сдержу свое слово. Наконец-то. Твои итоги работы Гройсмана и его кабинета. Хорошо, давайте начнем с нескольких моментов. Первое. Помимо того, что бюджет внесся вовремя, да, мы это уже обсудили, но закончился первый квартал. Хотелось бы задать вопрос непосредственно, уже не все представители кабина есть, насколько скорректировали цифры, насколько скорректировали показатели, насколько у нас исчезает вот эта пропасть в социальных выплатах не только по минималке, там же еще и пенсия, и студенты, и переселенцы. Там же много, большой, как бы, социальный блок, за счет чего он корректируется, так ли, как говорили все-таки, были предложения по сокращению силового блока, да, чтобы немножко подтянуть социалку, насколько все-таки показатели отвечают действительности. Это первый момент. Второй момент. Отмечали, что этот кабинет не может полноценно опереться на коалицию, как должен, потому что по данным, которые проводились, только приблизительно 50% законодательных инициатив от кабина поддерживаются этой радой, а это очень плохой показатель, помимо того, что они достаточно немного вносят реально своих инициатив. Следующий момент. Насколько все-таки Владимир Гроссман будет продолжать вот эту политику коммуникации? Все отмечали среди позитивов, что он не только общается с журналистами, как вот мы тоже имели честь пообщаться, и хотелось бы, чтобы эта практика продолжалась, но и с представителями разных фракций. Насколько он их будет слушать и слышать, насколько он вовремя будет принимать решения для того, чтобы не доводить до пика, и все-таки как бы к своим конструктивным критикам прислушиваться. Вот это, если он это сделает, конечно, хорошо. И опять-таки мы все говорим об итогах. Почему мы не говорим о том, что нам должен представить Владимир Борисович на следующий год, для того, чтобы он имел поддержку? То есть нужен не только отчет, но и план. Насколько это будет действительно не просто обтекаемая фраза, а конкретика, и на краткосрочную перспективу, и на долгосрочную, потому что там были наполеоновские планы и на 3-5 лет, усидит ли называется, ну понятно же, что тут как бы, дай бог, год мелкими перебежками. Ну вот эти моменты, они гораздо важнее, потому что получит ли он этот иммунитет, проголосует ли, не найдется ли вдруг резко 150 депутатов. Хотя вот эти потепления с Юцеником, они больше говорят о том, что 150 голосов для того, чтобы начинать какие-то игры, не будет. Значит, инстинкт самосохранения все-таки играет на то, чтобы оставлять тот состав. А вот какие кадры действительно находятся сейчас в зоне риска, там есть несколько министерств. На самом деле это большой конфликт с Амеляном Гройсмана, который мы наблюдали. Опять-таки это непонятная ситуация с Супрун, все-таки это еще и О, или он же, я говорю о Гройсмане, все-таки продвигая для того, чтобы она могла стать полноценным министром, или это категорически другая фигура. Но я опять-таки думаю, что глобальная кадровая ротация еще не договорена. То есть вот до последнего будут дотягивать, и в последний момент мы услышим возможные новые, как раз большие назначения. Александр Стоенко, услышим мы о новых назначениях или нет? Кадровые ротации все-таки обсуждаются, если да, то насколько сильными они будут. Я думаю, что сейчас, я думаю, и у депутатов, и у премьер-министра есть те или иные замечания к тем или иным министрам, но сейчас состав кабинет достаточно сбалансированный, и мне кажется, что глобальных перестановок мы в ближайшее время не планируем. Понятно. Милан Лелищ, одно из последних интервью взял у премьер-министра, по-моему, ты, да? Мой коллега, мой коллега из журнала «Фокус». А вот по-журналистски Александра говорила, что большая коммуникативность у нового Кабмина. А по сравнению с правительством Яценюка общаться и найти министра стало лучше или задать вопросы самому премьер-министру? Ну, в общем, примерно, как и в сфере коммуникации, так и в сфере оценки работы, мне кажется, они очень похожи на самом деле. То есть, уряд Гройсмана стал логичным продолжением уряда Яценюка, но для оценки и для сравнения этих урядов обязательно нужно смотреться на точку «Видліку». Например, в случае с урядом Яценюка, особенно, мабуть, с первым урядом Яценюка, он остановился в ситуации, когда, власне, сама украинская державность, как така, была под величезной загрозой. И второй момент, это мы опинилися, фактически, одной ногой, уже вступили в эту прерву, в которую нас довел режим Януковича перед этим. Вдалось от этого уникнуть уряду Яценюка, ну, власне, за это, очевидно, ему, все же таки, можно сказать спасибо. Уряд Гройсмана, на отличие от этого, фактически целый год прожил без каких-то больших потрясений. Мы не имели каких-то, справедливо, таких глобальных стрессов, которые струснули бы все гражданские государства. Хорошо, благорода на Донбассе, это разве не стресс был для Кабмина? Это отдельная история, но это не можно, например, сравнивать с возможностью полного дефолта Украины, або с возможностью втраты половины Украины, как мы все тут обговорили, например, на весне, на начале 2014 года, когда государство была под загрозой. Но вместе с тем, такая стабильность, стабилизация, которую можно назвать, она имеет обратную сторону. Это отсутствие каких-то качественных прорывов, как на меня. Я вот, принаймні, на той же пресс-конференции, и пана Гросьмана, где я був, звичайно, и задавал ему вопросы, я не почув и не побачил от него какого-то стратегического бачения развития Украины на великий час наперед. Тобто, пока мир активно рухается дальше, развивается, мы витрачаем величезную купку часа и энергии на очень важные дебаты про то, что нужно поднимать пенсию на 100 гривен или на 200. Или есть все-таки альтернатива тому клятому антирциту с Ордбло, или нет этой альтернативы. И какой из перспективы, так, мы не видим, но я вижу, что в некоторых сферах хотя бы какие-то натики на решение заскорозливых проблем есть. Например, медицина, я очень коротко, воно несколько раз поднималось это вопрос, и оно, на самом деле, очень важное для всех украинцев. Фактически, как на меня, сейчас в медической галузе основой этой медической системы в Украине есть лицемирство. То есть, государство делает выглядеть, что у нас есть безкоштовая медицина. Власне, семьи лекарей делают выглядеть, что они живут за те копейки, которые они получают, что они начинка не берут хабарь. А люди, пациенты, они делают выглядеть, что они никому не платят и используются этим пакетом государственных поселений. Ну, подобные признаки квази государства у нас есть во многих отраслях. Ну, это просто та сфера, которая, как раз я повторю, зачипает безпосередньо очень много людей, и она относится на их голову, даже не их добробута, а их жизни. Как раз я вижу, принаймне, с боку, пани супруг, какие-то натики на... Понятно. Спасибо. Александр, ну вот Милан сформулировал, пожалуй, самый главный вопрос, на который вы сегодня должны ответить, перед тем, как нас покинуть, я думаю. Кабинет министров на сегодняшний день, вот для вас, что больше напоминает? Кабинет, который занимается точечными конфликтами и решает какие-то ситуативные истории? Или этот кабинет министров имеет четкое понятие, куда мы движемся, зачем мы движемся, какая наша национальная идея, какой сектор экономики должен стать у нас основной платформой для нашего движения вперед? Понимание глобальных вещей есть в этом кабинете министров? Или мы просто пока еще живем в режиме выживания? Вы знаете, мне кажется, что очень важной ценностью этого уряда есть то, что уряд параллельно занимается, по сути, приделяет увагу этим двум вопросам. Мы пришли в квитне 2016 года, и действительно ситуация в экономике была сложна достаточно. Потому что в 2016 году уряд очень большую увагу приделил в первую очередь и потребам, интересам конкретного гражданина. Особенно увага социальным стандартам, мы все понимали, нужно думать о заработные платы, нужно думать о освещение, о перехвате зимового периода. Поэтому мне кажется, что был очень важный социальный компонент. Но рядом с этим уряд всегда планировал и думал про приоритеты развития. Потому что, согласно урядовому законопроекту, которому мы благодарны всем парламентарям, которые его поддерживали, мы внесли изменения в бюджетный кодекс. И сейчас мы проводили три месяца планирование. То есть европейское среднестроковое планирование, бюджетная резолюция на три года, которая четко связывает приоритеты, которые визначены урядом, и уряд восхвалил соответствующую программу, с бюджетным финансированием. Примеер-министр четко визначил, какие это приоритеты. И мне кажется, что перед тем, что мы обеспечивали и говорили про потребы, конкретные потребы люди, например, мы говорим про медицину, буквально одно слово. То есть мы не чувствуем изменения. То есть эти программы, которые подпали под реабористацию по сердцево-судинным заболеваниям. То есть если мы поднимемся просто про те цены, которые пошли с квотя в любые аптечки, без рецептов, даже если можно человека придбать, мы смотрим, что Словения, Немеччина, Израиль, минус 36%, минус 167%, там, я не знаю, без парол, клади, амбропил, потому что 94% проблем с леками складает высокую их вартость. Поэтому вот такие конкретные кроки для конкретного человека, чтобы она пришла в аптеку, отримала дешевые леки, отримала эти леки за государственные деньги. Поэтому, мне кажется, поединение каких-то решений конкретных проблем, конкретного гражданина и турбота про то, чтобы он нормально получил доход, нормальный заработок, нормальную заработную плату, чтобы бизнес-сервироваться и мог бы работать, параллельно с притрогическим планом, чтобы мы думали, что мы делаем в земельной сфере. Мы вышли с конкретной реформой, мы понимаем, что человек имеет право продать свою земельную делью. Данный иноземец, данная юридическая особня. Но человек, у нас есть несколько поколений, у нас есть 60 тысяч за нижнюю бедность. Мы должны использовать свои права. Почему мы говорим, что мы будем продавать? Мы запрепонировали четкое бачение по медицине. Мы запрепонировали четкое бачение после. Поэтому мне кажется, что уряд сегодня очень правильно балансирует между сегодняшними потребами каждого гражданина Украины и пропозиции о конкретном стратегическом бачении. Больше того, мы говорили про бюджет, было вопрос про бюджет. Не, подождите. Мы говорили про бюджет. Так вот, реформи и изменения 2016 года дали возможность накопичить и найти те 40 миллиардов, за счет того, что мы сможем подвищать пенсии всем пенсионерам сегодня. Вот это важный рейс. Мы сегодня можем предоставить обещание. Спасибо. Я обещал вам. Вы остаетесь дальше? Или вы просто говорили, что... Можно? Хорошо. Да, можно ремаркнуть. Немножко большая, ну, как бы, просьба более трезво оценивать то, что вы делаете. Потому что, допустим, бесплатные лекарства. Это породило очень ряд проблем. Я сегодня была в очереди в поликлинике получить инсулин. И сегодня в очереди бабушки с дедушками стали по 3-4 часа. Это порождает ажиотаж. Поэтому вы, когда говорите о плюсах, корректируйте их сразу и отдавайте отчет, что это не просто решило вопрос в одночасье рощеркомпера, а породило новую проблему, которую тоже надо решать. Контролировать, как это выполняется. Как это выполняется. Потому что, допустим, этот инсулин можно было бы получить у врача. Но за час убрали, как бы, коррупционную составляющую, чтобы не было спекуляций. Все стоят в одно окно в аптеке. И там просто нереальные очереди. Вы знаете, вчера премьер-министр провел селектор со всеми областями. Мне кажется, что, когда мы начали эту программу с апреля месяца, люди иногда не верили. Мы говорили, вы получаете рецепт и получаете бесплатное лекарство. Люди часто не верили. Сейчас они поверили. Действительно, человек идет в поликлинику, получает рецепт, идет и получает иногда в этой же поликлинике в аптечном пункте свое лекарство. Это просто действительно вызвало определенный ажиотаж. Мы сейчас провели... Иван, вы хотели ремарку. Да, дякую. Я, кстати, хочу дать очень конкретную ответственность, потому что вы задали вопрос, чем будут заниматься депутаты. Вот 4 недели не в пленарном режиме. И вот Александр говорил о вопросе земли. Так вот я хочу сказать просто, поведомить всю страну и уряд в том числе, что в середу, в эту Батьковщину проводит... Мы не идем ни на какие каникулы. Мы проводим в Киеве инициативную группу по подготовке референдума стосовно вопроса, чем может быть сельско-осподарская земля предметом продажи. Вот нехай люди на референдуме выйдут, скажут свое слово, а после того, как люди высовываются на референдуме, нужно будет уже впровадживать или не впровадживать эти вещи. Потому что на нашем уверенности, в сегодняшних условиях, если землю сделать предметом купки-продажи, ее просто разкрадут несколько семей. Мы боимся этого, как Батьковщина, и мы не допустим того, чтобы землю раздерибали. Это один момент. Другой момент. Если мы сейчас оцениваем, потому что я не мог бы это в первой части, с точки зрения того, как оценить работу уряда и так далее, для меня есть несколько индикативов. Первый момент. Чи приходят в Украину в связи с тем, что уряд створил такие умовы инвесторами на землю? У нас абсолютно динамика в этом плане. Почему? Потому что Украина вышла на первое место в вопросе коррупции. Мы остаемся наиболее коррумпированной страной в Европе. И мы мощно эти позиции начинаем только укрепляться. Другой момент. Питание судов. У нас так и нема на сегодняшний день честного суду ни одного. И, на жаль, все псевдореформи, про которые говорят, они приводят к тому, что сегодня инвестор, который приходит в Украину, он может защитить инвестиции. И вот самое главное, ключевое. Чи перетворилась податковая и митная служба в сервисные службы? Нет, это далее каральные органы. Это те структуры, которые кошмарят бизнес, которые не дают возможность развиваться в Украине. Потому что мы можем считать эти все вещи эффективными? Абсолютно не можем, на жаль. Но мне хотелось бы, чтобы действительно уряд, который приходит с звитом, мог говорить про конкретные вещи, как он реализовал программу деятельности уряда. И насколько эти вещи конкретно вплинули на то, что у нас экономика начинает расти, что у нас приходят инвестиции. На жаль, пока что, на жаль. Александр, да, можно? Я обещал вас отрестить. АПЛОДИСМЕНТЫ Шановный коллег, я имею надзвичайную повагу до Ивана. Мы с ним працювали в Верховной Раде. Я просто хочу отрагувати буквально три речи. Первое, это питание земли. Мне кажется, вот мы на початку говорили про популізм и коррупцию. Так вот мне удивно, чему вы закликаете до референдума, если на сайте Верховной Ради можно посмотреть с подписом Юлия Володимировна закон, который позволяет продаж земли иноземцам, юридическим особам заходить на сайт, смотреть, номер, все нормально. Какой номер законопроекта? 63-12, когда Юлия Володимировна была принадлежная референдума. Юлия Володимировна была принадлежная референдума. Он есть на сайте Верховной Ради как премьер-министр. Второе питание. Газовые схемы и цена на газ. Плевка, Нищенко, прокуратура, 100 млрд грн. збитков за рахунок дешевой цены на газ. И третье питание, мне кажется, митница податкова. Податкова милиция ликвидована. С 1 квитня запрацював новый закон. Районные ДФС стали сервисными центром. И функции будут интегрованы на областный уровень. А кто митницу податковую милицию отновить, и мы не дали это сделать в парламенте? Кто вы не дали? Скажи, пожалуйста, как это было? Митница плюс 18 млрд грн по митнице за рахунок заходов по борьбе с контрабандой. Поэтому нужно говорить просто отверто те вещи. Саш, а теперь, Александр, у вас абсолютно отверта речь. Абсолютно отверта речь. Одну секунду, пока не пошел. Абсолютно отверта речь. Все, что вы сказали, я принес специально оцей 100 газет разных областей. Это темники, которые вы, на жаль, распускаете про Батьковщину. Ну, то не лишите, а лишите на секунду. Распускаете по всей стране для того, чтобы рассказывать нести. На счастье, люди этому не верят. Но деньги вытрачаются вами на вот эти вещи. Я специально оцей 100 грн. Александр, я вас попрошу, возьмите эти газеты, изучите. И брать свой закон. Вот и все. И почитать его. Отлично, можно ли вытаскивать эти газеты, и вы сказали нас, да, нащавлять. Это что, значит, как по политикой их. Да, да, можно, Михаил. Бориславовна, отмена от вас, мы на Мазахистов. Иван, так, секундочку. Иван, за пять минут до эфира, вы меня спрашивали, почему вы так редко появляетесь в этой студии. Ответ уже увидели все зрители, потому что вас много. Много здесь может быть только меня, понимаете? Вы выступили, дайте выступить другим. Вы еще получите возможность выступить. Спасибо большое. Да, Бориславовна, я просто единственное, что сказать, питание земельной реформи и то, что пропонует уряд. Он действительно ставит вопрос обмежения продажи земли. Он ставит вопрос о том, что действительно они имеют право купить только украинцы. И я хочу просто зазначитесь, что это реформа, которая подходит дискуссии. И давайте ее начать. Но врубить украинцами, жабраками, в плане того, что они не имеют права продать свою землю. Послушайте, в 91-м году всем людям дали возможность приватизировать свои квартиры. И была большая приватизация. Представьте себе картину, когда вам говорят, что вы можете право жить, можете сдавать ее в аренду, но вы не имеете право ее продать. Я слушаю, я же хочу просто вам сказать. Квартир можно набудовать миллионы. Послушайте, если вы дали право, а самолетар больше взяли, Бориславовна. Послушайте, я еще в авторию. Я вам хочу пояснить, шановные друзья, вы тут и мы все тут тимчасово. Земля, земля это не товар. И после нас, чтобы она лишилась на счетках, значит, нужно сделать несколько вещей. Я вас не перебиваю. В многих европейских странах цивилизованных света земля не продается. И мы все время, наши селяне отримали землю, так как это делали и распределяли. И в Південней Кореи, и в Японии, и в других цивилизованных странах. Но там, кроме того, чтобы раздали землю селянам, не перебивай, Борислав. Там раздали, еще дала держава допомогу, кредиты, субвенции, технику в лизинг. Створили малые фермерства, господарства, давали занятия. А нас, а нас, этого не было сделано. Нас, на паки, агрохолдинам давали все сприяние для того, чтобы их, дайте я завершу, чтобы они тут развивались, а селяне заблужили. Теперь я хочу сказать, родное, сегодня, не пытайтесь должного людей, Борислава, мы следующее ответите на руку. Мы устраивайтесь здесь базар. Сегодня, товарищ, никто, на жаль, но не запитали людей, хотят продать землю. Министр Саянко дорекал в Батьковщине, что они поменяли позицию, то я хочу сказать, то Свобода не меняла позицию. Мы тоже двое решили, что люди должны продавать землю. Референдум, но это влада, партия регионов, не давала нам это сделать. Поэтому, соответственно, мы сейчас поддерживаем эту инициативу. Но, пожалуйста, пожалуйста, мы поддерживаем эту инициативу. Ну, пожалуйста, пожалуйста, мы поддерживаем эту инициативу, заканчивайте мысль. Мы уважаем, что земля – это не товар, это и життєвый простор. И сегодня, если мы ее продаем за бесстенье, а украинцы не смогут ее купить, потому что 60% украинцев за межою бедности, благодаря вам и благодаря тому, что Украину в борьбу загнали, а теперь на договор с кредитором, хотите ли вы продать, чтобы они начали и заседали. Вы верите после вот таких дискуссий, что вам удастся найти 226 голосов? Мы будем здесь начать. Я хочу сказать, у каждой партии, которая сегодня там вважает себя оппозиционной, и должна быть какая-то тема. Допустим, в Вадьковщине тема – это ЖКХ послуги. У Свободы Земля, у Радикальной партии сегодня тоже. Послушайте, я хочу просто задать единственное вопрос. Если сегодня люди, и мы, как депутаты, ставим вопрос, действительно, реформы, земельной реформы, мы не говорим сегодня о вопросе о продаже земли, там земельная реформа. Я хочу просто единственное сказать, что сегодня это будет обговорение Верховной Ради Украины. Будут голоса, или не будут голоса, это будет уровень подготовки этой реформы. Если не будет голосов, никогда этого не случится. Но еще раз хочу сказать, в 91-м году, когда была массовая приватизация, и люди получили сертификат, им было гарантировано право владения землей. Владение землей не прекращает возможность их продажи. Но я хочу сказать, люди сами должны возвращаться, хотят они продать землю, или не хотят. И никто не сможет продавать землю, если они этого не захочут. Но если в селе живет бабуся, которая хочет поехать к своих детей, хочет продать эту землю кому-то, почему мы должны... Державе, только державе можно продать, а держава можно продать полустроковую реформу. Я говорю, это вопрос, по какой цене, Михаил? Это и есть вопрос, где земля его наладится, и сами себя без упорядки. Вообще без упорядки. Михаил, я вас сейчас смотрю немного с уделенными глазами. Значит, цена... Цена заявила, можно продать, вы запитали, вы запитали. Землю сто лет назад у украинцев отобрали большевики, через сто лет националисты требуют то же самого. Нет, мы не про них. Алексей, я не за и не против, я просто вытовстофирую. Мы говорим про то, что сегодня украинцы... Вы землю раздали селянам? Сейчас украинцы раздали распаянение, сделали земель. Еще в 1997 году. Давайте говорить честно. Далее, мы говорим про то, что сегодня у селяна не смогут купить землю, потому что они не имеют кредитов, чтобы купить ни химии, ни доносинья, ни технику заправить. Они не хотят уже конкуровать с международными структурами. Хорошо, государство обеспечивает кредиты. Теперь мы предлагаем единственный вариант. Если действительно, может быть случай, и это свободно зарегистрировало два закона, в том числе и про земель, Державный банк, и про заборону продажи земель, сельского государственного призначения. Мы говорим, что может человек продать ту землю, которую она не хочет работать, выключно державе. Держава в ней и выкупит за рынковую цену, за рынковую цену, а далее может продавать и отдавать в долгую строковую оренду. И хочется заниматься российским... Берите державу оренду, берите землю в оренду. Спасибо. Берите. Друзья, нет, нет, нет. Тема продажи земли, я прекрасно понимаю, почему вы в нее вцепились. Я хочу вам спросить, я в своем бюджетном комитете, кстати, одновременно, и она важлива. Потому что эта тема очень хорошо продается вашим избирателям. Мы возвращаемся все-таки к теме программы. Татьяна Острикова, вам вопрос. Глава вашей фракции, Олег Березюк, говорил, вернемся все-таки к обмину, да, хоть немного, и к возможным перестановкам. Уважаемая аудитория, вас немного очень сильно слышно. Ведите себя, пожалуйста, потише. Еще недолго осталось, потерпите, пожалуйста. Березюк заявил, что, по крайней мере, министр энергетики Насалик, министр по вопросам оккупированных территорий Черныш и министр внутренних дел Аваков должны уйти в отставку. Вы сами в это верите и найдутся ли для этого голоса Верховной Раде? Абсолютно я погоджусь с позицией, которую озвучил Олег Березюк. Очевидно, что уряд Гройсмана залишается за выключением певного переформатования, певных точковых кадровых змін. Мы уже побачили цей череду отставок, тобто Гонтарева, Белоус вчора парламент отпустил. Далее есть певные претензии до министра окупованных территорий. Я думаю, не важно объяснить, почему. Есть певные претензии до министра палива и энергетики, в первую очередь, через то, что никаких кроков по диверсификации поставок вугиля. Мы не побачили. Питание, для чего же вводили Роттердам тогда, чтобы обедрати всех. И что до министра внутренних справ, я уже говорила, что мы видим, что силовики керуют целью государства, начинают придушивать громадские протести, начинают придушивать активистов. Реформа переатестации провалена. Национальная полиция не демонстрирует ознак борьбы с злочинностью. Голосы найдутся, как вы думаете? Голосы за то, чтобы дать им... За точечную замену хотя бы этих министров. Наша фракция будет поддерживать подставку этих министров, будем поддерживать Уляну Супрун. Мы считаем, что как раз по направлению медицины, по направлению борьбы с фармацевтической мафией, уряд демонстрирует очень хорошие успехи. И, в частности, та программа про реимбурсации леков, про которую говорил пан Сегенко. И, в частности, это касается введения референтных цен и закупивания иноземными компаниями. Тут мы полностью позицию Супрун поддерживаем. И, я думаю, что если ее внесут как претендента на министра охраны здоровья, мы ее поддержим. Здесь я тоже не удержусь и сделаю небольшой анонс, подробностей недели, как именно изменится работа государственных больниц, и как, в общем-то, в Украине начнут лечить по-новому, начнут ли и когда начнут. Обо всем этом мы говорим в подробностях недели, в воскресенье, в 20.00. Присоединяйтесь, пожалуйста. Сергей, Татьяна только что вспомнила о судьбе Белоуса, который ушел в отставку. Его критиковал Гройсман, кстати, начиная последние несколько месяцев, точно если не полгода. Не закончится все теперь, не станет ли Белоус старым Насиром? Не может это закончиться новыми уголовными делами? Все-таки о коррупции на госпредприятиях у нас говорят очень много. А здесь целый глава фонда госимущества. Я вам ответил так, как бы ответил по отношению к любому руководству, который работает в любом системе, или государственном предприятии, или чиновник. Если он виновен, то он должен быть притянут к ответственности. В данной ситуации я хотел бы попросить перед паном Березюком, но не слушал я его прогнозы, кого он считает, что необходимо избирать из уряда, но у меня есть свой взгляд как депутат-мажоритарный. Я работаю с всеми выборцами без относительно того, с какими проблемами они любят не проходят. Вот я, следуя за этими проблемами, вы знаете, мы с вами друзья в фейсбуке, мы минулую пятницу были тоже на передаче, я за этот час открыл пять детских майданчиков, семь школы получили помощь класса химии, я не вылажу из округа и проведу несколько приемов граждан. Те самое, до речи, я планирую делать и в этот период месячный, про который вы сказали. Но по каким направлениям у меня возникают не больше вопросов, которые системно я пытаюсь решить, но мне не дается. У нас есть величезный, когда-то флагман украинской спиртовой галузи, Косарский спиртзавод. Я год не могу пробить это вопрос, постоянно его отключают, то включают, то отключают, то включают. Постоянно пытаются внести посадовых людей с сумнёвной деловой репутацией, которые в последние годы доводили его до банкротства и пробовали это сделать. Это вопрос МинопК. У меня есть вопрос, которое я уже второй год не могу решить. По распаянению двух с половиной тысяч земель Аграрной академии наук находится на территории Смельянского района, Малосмельянская сельская рада. Я уже зайшел в любые комиссии, которые могут это вопрос решить. Это вопрос МинопК. Так, это вопрос Аграрной наук. Это отдельная система в системе, но ответа нет. То есть, по МинопК питание есть. По линии энергетики, самое горющее вопрос. На сегодняшний день, мне даже про это, сегодня уже даже дякуялись в лапках, работники РЕМов. Все практически РЕМи, это линии электротредач, которые обслуговывают по всей системе. В каждом районе Черкасской области есть зарплаты по заработной плате уже несколько месяцев. Питание не решается. Это вопрос НКР есть. И не дарма Бог пішел в отставку. Тобто в системе не копичилось величезно кивки. Я заявил, я хотел бы, чтобы эта отставка произошла. Я перепрошу. И это вопрос Министерства Индии. Питание номер три. Питание номер загальновидного предприятия в Черкасах колись флагман химической промышленности Азот. Мы закупляем за три роки войны с Россией. Мы у россиян купили на 560 миллионов Миндобрев, маючи украинские предприятия. Это выклик кому? Министерство торговли, экономики и торговли. Охорона здоровья, 14 спецмедчастина до сегодняшнего дня. Помните, кто голосовал за эти ганебные изменения до бюджетного кодексу в грудь 2014-го, когда мы передали спецмедчастины на баланс местных бюджетов. Двие из них, 17-ти, попали на место смело. И на сегодняшний день одна из них, 14 спецмедчастина, доси не передана на местный бюджет. Майно зависло в кабинете министров. Я уже не знаю, до кого обратиться. Сергей, мы вас поняли. Спасибо. Смотрите. Просто дело в том, что вы вот этот список, который вы начали, продолжать можно нерешенных проблем накопившихся. Очень долго можно продолжать. Но при этом, я напоминаю, Верховная Рада делает перерыв. Называйте его как хотите. Все мы по-честному знаем, что большая часть будет, в общем-то, знаете, как война, войной, работа, работа, и Мальдивы по расписанию, как сказал сегодня один из экспертов. При этом эти вопросы накопившиеся есть, но накапливаются еще и другие. Тарас Казак, как экономический эксперт, скажите, Верховная Рада уже начала срывать, это не секрет, начала срывать график сотрудничества с Международным Валютным Фондом. Уже дедлайны конец апреля, мы это двигаем как минимум до 15-16 мая. Почему Верховная Рада? Это Кабмин? Это Кабмин. Верховная Рада должна проголосовать. Кабмин не ввезет, пока что законопроект про пенсионную реформу. Хорошо. Кабмин, спасибо за уточнение, Кабмин совместно с Верховной Радой, да? Не выполняют график. Следующего транша нам тогда, когда ждать? Это очень сложное вопрос. Я оптимизм в жизни. Я считаю, что следующий транш мы увидим очень нескольких. Вероятность, что мы увидим Тогда вы письменность. Оптимизм у нас Нацбанк, который еще 3-4 хочет получить до конца года. Нацбанк оставляет еще 3,5 миллиарда долларов. Я считаю, что если мы хотя бы один транш до конца года получим, это будет большая перемога. Почему? Потому что вимоги МВФ весь час стают жесткими. То, что сделать простее, уряд, Верховная Рада какого-то там проштовхают и таким чином мают про что поведомить МВФ, что мы делаем реформы. На сегодня вимоги МВФ неведомы. Первое, это пенсионная реформа. Справдя, вы сказали, до конца квитня Верховная Рада должна ухвалить закон про пенсионную реформу. Но уже не утвердите. Это уже появилось. Это не может и кабин самовинен. Другое, это приватизация. Приватизация. Когда мы говорим про приватизацию, если мы сейчас тут начнем говорить, то начнется крик больше, чем про землю. Потому что мы понимаем, что это политическое питание, и очень много политических сил делают на этом собаку. Земля. Только отркнули с земли, начался крик. Медичная реформа. Правда, очень хорошую реформу пропонует Ульяна Супрун, но Верховная Рада не понимала, что будет потребность или нет. Потому что это идет по берегу интересов медичной мафии, которая имеет своих представителей в Верховной Раде. И очень сложно. Ну хорошо, раз уж вы говорили про предприятия, их нужно приватизировать или нет? Вот убытки, о которых Гройсман кстати говорил. Убытки о госпредприятиях 80 с лишним. Мне очень нравится, что вы выбираете цифры, когда они мне нужны. Но они висят столько, сколько... 82 миллиарда. Больше 80 миллиарда. Конечно, приватизировать нужно все, что можно, кроме того, какие стратегически важливые предприятия, которые мы не можем заразь приватизировать. Но и с временем и стратегически важливые предприятия нужно приватизировать тоже. Потому что государства должны быть меньше. Держава в этом свете не является эффективной. Краще будет предприятие, дорожные места, прийдет инвестор, сделает сучасные рабочие места, все предприятие станет более сучасным и будет сплачивать державе податки за то, как сегодня. Держава, кроме того, что она считается властником предприятия, только в нем мало. А вы видите, что в Украине удастся продать все предприятие? Мы с вами вас поняли. Алена, а по-честному продать получится у нас? Что, что продать? Приватизация госпредприятия. Ваше отношение? Дивите, я погоджуюсь тут с тем, что нужно приватизировать на прозорных конкурсах нестратегичные объекты. Перелик этих объектов это дискуссия, но конкурс должен быть прозорый и цена должен быть нормальной. Но, на жаль, пан Саянко пішов, он сказал, что две наиболее проблемы, одна из них это коррупция. Ну, так коалиция, не существующая, она сама продукует эту коррупцию. Когда не хватает голосов, что дается? Отдается какое-то предприятие, отдаются какие-то преференции, голосуются изменения до бюджетного кодекса, до коллективного кодекса, для оппозиционного блоку, для пана Ахметова, для еще каких-то олігархов, для воли народу, для отроджения, которые голосуют сейчас в коалицию. Они не бесплатно голосуют. Вот это величезная государственная коррупция, и это не больше проблема. И это проблема и президента, и неиснуючая коалиция, и пана Гройсмана. А я хочу сказать, что за всей этой политической дискуссией мы снова забыли, на везде, почему вообще должен работать Кабмин. Ну, коллеги, Кабмин должен работать не для того, чтобы что-то произвести для галочки, для нас потом, а для МВФ. Для того, чтобы люди слышали хоть немножко увеличение своего жизни. И неможливо переконать людей, что у них покращилось жизнь, когда у них нет денег, когда сгорает фактически гривня, когда цены сбільшились. Это, снова же таки, Цветовый банк говорит, на 20% сбільшились цены в среднем, при том, что в 2015 году было лишь 12% сбільшения цены. И цены могли впасти, потому что у нас Россия, например, делает какие-то санкции, и у нас надлежок продукции конкретно в Украине цены могли впадать. И я бы хотела сделать такую вещь интересную. Я на самом деле погоджуюсь с паном Саянком. Он сказал, что найбільшая проблема это корупция. И тут я погоджуюсь. Другая, найбільшая проблема, он сказал, это популізм. И тут, что интересно, коллеги, популізм, это не критика конкретного министерства и не критика неправильной экономической политики, особенно, если мы четко понимаем, в чем эта критика. Популізм, это сказать, что единственная успешная реформа это на 40% поднять тарифы, что нужно продать всю землю за безстинок, продать все предприятияльства за безстинок, и что виноватый у всему, насправде, Путин и война, оцены, больший популізм, коллеги, и на цены можно набезти все. Спасибо. Николай Скорик. Вы знаете, я вернусь к своему выступлению в первой части. Никакого сравнительного анализа, кто лучше, Яценюк или Гройсман, нет. Когда год назад часть коалиции и часть парламента кричала о том, какой плохой Яценюк, и вот надо его поменять на Гройсмана, то первое, что сделал Гройсман, это повысил тарифы на газ в разы, опередив требования МВФ, и на сегодняшний день рассказывая про то, что миллиардные прибыли у нафтогаза, они платятся за счет простых украинцев. Когда рассказывается о том, что мы не покупаем российский газ, это вранье. Мы покупаем российский газ, только покупаем его в Европе втридорого, переплачивая, опять же, за счет простых украинцев. Когда говорится о том, что давайте не лицемерить, давайте не лицемерить, и у нас нету бесплатной медицины, тогда давайте, уважаемые друзья, поменяйте конституцию, скажите людям, что вы хотите изменить конституцию, забрать норму о бесплатной медицине и жить тогда по-другому. Виктория, одну секундочку. Никакой разницы между... Вот в этот парламент пришли пять партий, которые дали возможность господину Яценюку сделать все то, что он сделал. Потом три партии из коалиции отошли, потому что рейтинг Яценюка был на нуле, потом две сделали перестановку, чтобы хоть как-то выпустить пар у общества. Ничего не поменялось. Страна падает просто в бездну. То, что сейчас происходит в отношении Насирова и Гонтарева, попытка ареста Насирова и обыски у Гонтарева, это говорит не о ее там, вроде, заявлении или не заявлении об отставке. Это говорит не о борьбе с коррупцией, это говорит о серьезных противоречиях во властной верхушке. И когда говорится, вот мы сегодня говорили там об иностранных инвестициях, даже самое спокойное время, уровень иностранных инвестиций, это был фактически индикативный показатель, показывающий здоровье нашей экономики и так далее. Все основные вложения и рост ВВП достигался за счет кредитных вложений украинской банковской системы. А деньги в украинской банковской системе брались у бабушек, у простых вкладчиков, у мелких вкладчиков. На сегодняшний день, на сегодняшний день, на сегодняшний день, Сергей, не жлобитесь, пожалуйста. Не жлобитесь, Сергей, не приличный человек, вроде в очках и заниматель с злобством. Я закончу свою мысль, я закончу свою мысль. Кроме украинской банковской системы, никто не в состоянии был даже в спокойные годы обеспечить рост ВВП. То, что сделано с украинской банковской системой, это преступление, и это преступление пытаются покрыть и сказать, что все прекрасно и так далее. Без того, чтобы провести досрочные парламентские выборы, чтобы с политической аренды ушли это правительство, этот парламент и этот президент ничего в Украине не изменится. От того, что вы будете менять каких-то личностей, от того, что вы будете менять министров, от того, что вы будете рассказывать людям из телевизора, как им хорошо живется, ничего в Украине не поменяется, Я все-таки хотела бы повернутися до питания, которое вы подняли стосовно приватизации. Чи сможет Украина приватизовать хоть что-то? Власне, те государственные предприятия, которые функционируют, очевидно, что это наибольшая проблема, с которой Украина стыкается, если мы говорим о коррупции. Потому что благодаря функционированию государственных предприятий и благодаря установлению контроля отдельными политиками над этими предприятиями, таким образом породжается коррупция. Далее вимиваются деньги из государственного бюджета. Далее вы показываете про сбитковость этих государственных предприятий вот такие цифры. Но вы знаете, у меня величезное вопрос. Вы сейчас говорили про извольнение пана Белауса с посади главы фонда Держмена. У меня величезное вопрос. Я хотела задавать эти вопросы безусловно пане Белаусове, когда мы голосовали на своем комитете за его извольнение. Я хотела спросить его, а почему, например, цена на Одесский пропортовый завод дважды снижилась? Почему иноземные инвесторы, они пошли из этого приватизационного процесса, не дійшовши даже до дискуссии щодо цены? А цена уменьшилась и уменьшилась. Почему голосовался у нас в парламенте закон, которым вы фактически отрезали отдельные инвестиционные, большие компании? И этот закон у нас вступил в силу. Очевидно, до него нужно вносить изменения. И пан Белоус его как раз презентировал в парламенте. Насправді, все эти примеры свидетельствуют о том, что не можно делать так, что кто-то будет идти, конкретно государственные службы из своих посад, не делая соответствующий звезд Верховной Рады. Когда у нас нет звезда, и мы просто звольняем того или другого высокопосадовца, это, по-перше, породжует недоверие общества к его деятельности, а, по-друге, лишает много-много вопросов к его деятельности. Много-много вопросов остается еще у меня, но закончу я одним и отвечают на него два эксперта. Владимир Эфисенко и Александр Ильич Медила. Как всегда, вопрос сложный, а времени мало. Извините. Вот не сложилось ли у вас впечатление, что итоги вот этого весеннего политического сезона можно подводить смело уже сейчас? Что за лето мало что изменится, и страна не увидит ни больших каких-то кадровых перестановок, ни реформ? Ну, во-первых, это как раз пауза, она разделяет весенний сезон на две части. Первая часть уже завершилась. Во второй, я думаю, мы увидим все-таки голосование по ряду знаковых законопроектов. Часть пройдет, часть может не пройти, потому что, действительно, ситуация с голосами очень непростая, а противоречия по земельной реформе, по пенсиону очень сильные. По кадровым реформам я, скорее, скептик. Или по, скажем так, по изменению в составе Кабмина. А вот нового главу Нацбанка и главу фонда госимущества, скорее всего, назначат. Александра. Знаете, когда мы говорим об эффективности, пятница, 32 человека, да? Было же постановление о том, чтобы продлить работу. По-моему, вот оппозиционный блок, да, вот бойко вносили. Но вопрос в другом. Хорошо, а кто будет работать? Те 32 человека, которые сегодня разговаривали с Гройсманом? Ну, нет, коалиции, конечно. Но их просто нет физически в зале, когда нужно работать. Депутатов нет в Верховной Раде. А то, что сейчас антракт, коалиции должны быть между первым и вторым актом. Давайте четко. Договоренности по ключевым кадрам ее нет. Да, назревает глобальная кадровая ротация, как один из вариантов выхода из сложившейся ситуации. Но я боюсь, что если выход будет не найден, то мы опять начнем говорить о внеочередных. Потому что это единственный демократический способ решить сложившуюся ситуацию. Пока по кадрам ясности нет. Милана, а как ты считаешь, кстати, вот этот разговор о внеочередных? Коалиция прогноз неочередных выборов. Коалиция всячески отмахивается от таких идей. Все-таки пахнет выборами осенью или нет? Я думаю, что очень много политических сил, и даже видно из этой дискуссии, очень хотели, чтобы пахнуло достроковыми выборами. Но пока что я, на самом деле, какого-то реалистичного выяснения не вижу. Я согласен с тем, что сказал пан Володимир Фисенко. Сейчас будет пауза. И, на самом деле, наш период день на ближние месяцы выяснится тем, до каких, на самом деле, договоренности прийдут или не прийдут политики за эти четыре месяца. Понятно, спасибо. Борислав, извините, я видел, что вы хотите слово. Ваше слово будет последним, но коротким. Я надеюсь услышать от вас, да. Пообещайте, что вы используете вот эту паузу, четырехнедельную, для того, чтобы на следующий эфир после этой паузы принести нам, наконец-то, долгожданный список коалиций с подписями. Это произойдет? Я думаю, что я это не сделаю, потому что я не могу. Я звернусь до пана Поробия, что мне надо встать список, и, если действительно мне надо, я обысковую его принесу. Нет, не если он надаст, принесите список, пройдитесь, пожалуйста, по вашим коллегам. На сегодня, к сожалению, все. Это было Черное зеркало. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова